Я обещал рассказать, чем отличается биржевой поевой инвестиционный фонд от просто поевого инвестиционного фонда, которым управляет управляющая компания. И сейчас я попытаюсь это сделать. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Давайте вспомним, что такое ПИФ. ПИФ – это коллективный, это поевой инвестиционный фонд, это коллективные инвестиции. То есть, ПИФ – это когда люди скидываются в общий котел, и они отдают эти свои деньги в какое-то управление кому-то. У ПИФа у каждого есть свой управляющий, и этот управляющий говорит, что мы разработали вот следующую стратегию. Это управляющий очень грамотный, он не допускает ошибок, потому что он занимается этим делом, потому что у каждого, у него образование соответствующее. И мы просто доверяем ему, как распределить наши активы, сколько акций покупать, какие отрасли и так далее и тому подобное. Это все суть ПИФа, и мы об этом знаем. То есть, вот мы покупаем ПИФ, и у каждого ПИФа есть своя декларация об инвестициях, инвестиционная декларация, в которой он говорит, что мы будем инвестировать в такие и такие фонды. Ну, здесь все понятно, здесь мы это знаем, да? И давайте представим себе, что вот грамотный управляющий, он говорит, вот я разработал такую стратегию, она будет приносить такую прибыль, такая устойчивость, такой коэффициент шарпа, то есть, значит, там максимальное падение такое вроде ожидается. Мы все смоделировали, мы все молодцы такие, все хорошо. Ну, давайте предположим, что это будут акции какие-то, мы распределили, мы говорим, что максимально повторяет структуру экономики, российской по крайней мере. Вот такие фонды, значит, у нас в России добывающая промышленность, значит, там потом на втором месте стоит финансы, на третьем месте телекоммуникации, ну, и услуги торговли ритейл и прочее. Вот, ну, например, так, то есть, это фонд, который мы ориентируем на российские акции или на глобальные инвестиции, например. Ну, здесь уже немножечко другое, информационные технологии, финансы, телекоммуникации, пищевая и другие отрасли. Ну, то есть, как бы, мы распределяем его по отраслям прежде всего, ну, может быть, там распределение по валютам, может быть, распределение по технологическим компаниям и так далее. Этих фондов огромное количество, у каждого своя декларация об инвестициях. И эти фонды, конечно же, обязаны иметь лицензию, эти фонды находятся под надзором, и, значит, там управляющие надзорные органы, они очень четко контролируют, правильно ли фонд инвестирует эти средства, значит, там все ли там находится под контролем. То есть, там полный-полный контроль, там, ну, достаточно жесткий. Вот, и здесь вот коллективные инвестиции, все нормально, да, вот фонд, мы собираем такие большие деньги и инвестируем в разные отрасли в соответствии с технологией. Все понятно, да? И давайте представим себе, что мы управляем вот этим фондом, вот, поставим себя на место управляющего этого фонда. И наша задача, наша задача, как управляющих фондом, ну, сохранить деньги клиентов, и наша задача, не опростоволоситься, сделать так, чтобы деньги клиентов росли, потому что нам клиенты будут верить только тогда, когда мы приносим прибыль. То есть, от нас есть толк, потому что мы за счет этого и получаем деньги, понимаете? То есть, чем больше клиентов мы привлечем, чем больше клиентов нам будут доверять, тем лучше. Поэтому мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы стоимость фонда увеличивалась. То есть, вот, стоимость вот всех этих инвестиций увеличилась. Мы для этого думаем, мы для этого учились, ну, и, сказать, чтобы она увеличивалась, ну, по крайней мере, не падала. Если падала, то не сильно. Вот, но, по сути своей, давайте вспомним еще раз, это коллективные инвестиции. То есть, у фонда есть управляющий, который инвестирует в различные отрасли экономики, в различные компании. Этих компаний очень-очень много. И, с другой стороны, есть клиенты этого фонда. И клиентов тоже очень много. То есть, я инвестирую, например, вот, если я управляющий, да, не только свои, вернее, вообще не свои деньги. Я инвестирую деньги клиентов. И это, ну, кто-то может сказать, что это круто вообще, там, значит, там и так далее, значит, там такими деньгами, миллиардами ворочаешь. Но, на самом деле, на самом деле, управлять фондом, это, это огромная ответственность, прежде всего. Это огромная ответственность. И вот огромные, то есть, у вас миллиарды, представьте себе, миллиарды рублей чужих денег, много миллиардов рублей чужих денег, которые, людей, которые вам доверяют, лично вам. Понимаете? И это люди, их много, их тоже огромное число. И вот это вот сама, как бы, ситуация, когда есть не только вот, когда я инвестирую свои деньги, так сказать, хоть миллиард, хоть три миллиарда. Я понимаю, значит, свое поведение, я понимаю свои поступки и все такое прочее, да. Но здесь у меня есть огромное число клиентов, и я завишу от них. И от их поведения. И ситуация может быть разной абсолютно в экономике. И вот наступает, скажем, кризис. Ну, самая такая вот стандартная ситуация. Кризис наступает, и глобальный, все падает. Вся экономика падает, все акции падают. Что происходит с фондом? Естественно, стоимость пая тоже падает. Потому что она, ну, расчетная, то есть, как бы, вот, фонд вложился в эти акции, акции и упали, стоимость пая упала. А что делают клиенты? Смотрите, вот здесь уже начинается разница между биржевым фондом и управляющей компанией, которая не торгуется на бирже. Посмотрите, если это фонд биржевой, то возникает ситуация следующая. Клиенты говорят, слушай, очень много клиентов, которые, они же не квалифицированные, они неграмотные в финансовом отношении. Они говорят, блин, надо продать, срочно продавать эти паи к чертовой матери, пока совсем, ну, не сгорели. То есть, ну, там слухи всякие ходят и так далее, что экономика рушится. И они начинают продавать эти паи на бирже. А он торгуется на бирже. Но ликвидность фонда и ликвидность акций, это совсем разные вещи. Кто их будет покупать? Ликвидность у фонда не такая высокая, как у акций. И, соответственно, когда возникает ситуация, то есть, смотрите, сами акции, которые входят в фонд, вот, который мы с вами купили, они упали. И, соответственно, стоимость пая, соответственно, снизилась. А тут еще клиенты прибегают и начинают продавать уже сам фонд. И это ускоряет падение не только вот, ну, не только акций, но и фонда. Фонд начинает проседать. Потому что желающих продать его намного больше, чем желающих купить. Потому что кто же его будет покупать? Кому он нужен? И в результате, в результате, смотрите, кто прибежал первым продавать, тот получается выигрыши. То есть, он, значит, продал по более низкой цене, значит, там цена, соответственно, опускается. И страдают те вкладчики, которые нам поверили. Основные вкладчики, которые, ну, нормальные вкладчики, которые не шарахаются, ничего. Поэтому, а мы представляем интересы всех вкладчиков. И мы заинтересованы в том, чтобы фонд развивался. Мы понимаем, что, ну, вот это падение, оно временное. То есть, падения, они бывают. Мы говорим, падение временное. Мы пытаемся как-то успокоить людей. Но люди недоверчивые, они начинают говорить, нет, нам ничего не надо. Мы будем продавать эти акции, эти паи, паи фонда. То есть, люди продают паи фонда, кто их будет покупать? Кому это надо? А это надо, прежде всего, нам. И я, как управляющий, вынужден просто держать достаточно большую часть средств. Вот здесь, посмотрите, вот мы инвестировали, структура, все, значит, там, тра-та-та. Я должен, я просто обязан предусмотреть эту ситуацию. Массового, массового паники, массовой распродажи паи фонда. И под это дело я вынужден просто зарезервировать деньги, кэш, ну, как бы, кэш, просто деньги, которые не работают. На которые я не имею права покупать акции. Потому что, если возникла такая ситуация, то я выступаю уже маркетмейкером. То есть, я выкупаю собственные паи, понимаете? То есть, чтобы, ну, поддержать ликвидность, или, ну, вот, то есть, я вынужден держать достаточно большую сумму в кэше. Для того, чтобы поддерживать ликвидность на бирже. Вот в этом вот есть сложности биржевых паевых фондов. Что касается управляющей компании. В управляющей компании так быстро не выйдешь. Люди начинают писать заявки. Но, при этом, значит, я говорю, слушай, так, столько-то людей у меня написали заявки на выход из фонда. И они хотят забрать свои деньги. Я говорю, так, я должен выплатить своим клиентам столько-то денег. Ну, предположим, там 100 миллионов рублей. Денег у меня в кэше нет, потому что зачем они мне в кэше? Все деньги в работе. Поэтому, что я делаю? Я беру и говорю, значит, ну, я смотрю на акции, которые входят в фонд, и говорю, так, какие акции мы будем продавать в первую очередь, какие в последнюю очередь. То есть, как бы мы начинаем смотреть структуру фонда и какие-то акции. А давайте мы вот эти сначала продадим акции, которые выросли. А те, которые не выросли, мы не будем пока продавать. То есть, я начинаю совершенно спокойно ребалансировку портфеля инвестиционного. И для того, чтобы произвести ребалансировку, я какие-то акции выставляю на продажу. При этом, значит, у меня должно быть какое-то время для того, чтобы продать это дело по нормальной цене, которая будет достаточно адекватной. Во-первых, цена может там резко скакнуть, и потом раз и поднимается. Ну, она поднялась, я куплю. И чем больше у меня будет временной лаг для того, чтобы вот эти деньги клиенту отдать, тем спокойнее я смогу это сделать и без потерь. И еще один момент, смотрите, если возникают панические настроения, а у меня, скажем, ну там десятки миллиардов рублей под управлением, то люди приходят и говорят, ну, значит, там паника возникла, и, значит, там два миллиарда мне надо отдать клиентам. Вот завтра, да, вот они говорят, я хочу забрать свои деньги в размере там, ну, два миллиарда. Что я должен делать? Я должен продавать акции. Акции у меня, значит, там, ну, достаточно много, чем больше, тем лучше на самом деле. И я начинаю продавать вот эти акции какие-то. Когда денег очень много, то продать акции тоже не так просто. То есть, вот, ну, посочувствуйте нам, богатым, понимаете? То есть, когда у вас, значит, акции надо продать там на 100 миллионов рублей, а у вас в стакане, так сказать, емкость стакана, она ограниченная, там, понимаете, да? То есть, вы выставляете, так сказать, на продажу эти акции, и они тут же, значит, хопа, выкупаются, значит, вы, вернее, выставляете на продажу, ну, и, короче говоря, вы вынуждены, опять же, выставлять на продажу по более низкой цене, чтобы их купили, то есть, вы скупаете весь стакан буквально, ну, как бы не скупаете, а наоборот, ну, как бы весь стакан, он ограниченный, понимаете? И когда вот этот вот, опять же, массово продавать, то, ну, это вызовет резкий скачок, опять же, котировок, соответствующих акций на бирже, и мы тоже опустим уже весь индекс на бирже, но для того, чтобы опустить индекс, на самом деле, надо намного больше денег, и это, во-первых, а во-вторых, управляющие, они тоже грамотные люди, они продают не сразу все, а так частями, там, значит, по 10 миллионов, значит, там, 100 сделок, пожалуйста, вот вам миллиард, и это можно растянуть, там, на несколько дней, поэтому, вот, управляющие компании имеют больше гибкости в управлении капиталами клиентов, и поэтому, и они не должны держать деньги в кэше, и поэтому фонды, которые управляются, вот, управляющими компаниями, они, ну, по логике своей должны давать большую доходность, потому что, значит, биржевой фонд должен держать достаточно большое количество средств в кэше, для того, чтобы выкупать собственные паи буквально, вот, а уже, вот, управляющая компания, она не продает и не покупает собственные паи, потому что, ну, как бы, они не торгуются на бирже, и здесь торгуются акции, то есть, управляющая компания больше возможностей для инвестирования, управляющая компания больше инвестирует в доходные инструменты, и поэтому у управляющей компании доходность должна быть выше, ну, это логично, то есть, мы, как бы, теряем немножечко оперативность вывода денег, да, но при этом мы получаем большую доходность, все, все абсолютно логично, вот, ну, а еще один момент, значит, смотрите, ну, бывают еще не только, значит, распродажи, бывают еще и слухи какие-то, или там недобросовестная конкуренция, или все, что угодно, и тогда тоже начинает, значит, там сыпаться, если это биржевой фонд поевой, то, значит, там сыпется, 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 и то же самое происходит, то есть, там, как бы, цены падают, и, на самом деле, большинство вот этих вот фондов биржевых, они, ну, могут схлопнуться именно вот по этой причине. Ну, насчет управляющих компаний, я уже рассказал, немножечко иная ситуация, но то же самое, то есть, если массовое бегство клиентов, то приходится распродавать, распродажи акций и активов приводят к падению этих самых активов, к падению активов, которые управляются фондом, фонд, соответственно, тоже падает, и, значит, там тоже возникает положительная обратная связь, из которой очень-очень трудно выйти, потому что, ну, уже и кредит не дадут, и тяжело будет, ну, то есть, как бы, управляющей компанией тоже есть свои проблемы, но это немножечко другие проблемы, другого плана, все-таки управляющая компания должна, по идее, давать большую доходность. Я надеюсь, что я достаточно точно и, ну, как бы, грамотно описал то, что, вот, разницу между биржевым фондом и ПИФом, который просто в управляющей компании, ну, откуда я знаю это дело, я пытался сам стать управляющим, ну, когда я занимался на Форексе, там есть возможность, там всякие пам-счета и так далее, и просто, ну, вот, я долго-долго размышлял, так сказать, там, в чатах участвовал и так далее, и вот как раз именно такая проблема возникает. Это только вот на Форексе, так сказать, а когда это управляющая огромной компанией, то это, как бы, вот, ну, повсеместно встречается. И я уже вижу, вот, ну, в прошлом году, насколько я помню, там крупнейший фонд, что-то там, как бы, разорился, ну, когда он вел, там, достаточно агрессивную такую политику, ну, трейдингом, грубо говоря, занимался, вздувал акции, там, и так далее, вот. Ну, а потом ему перестали давать кредиты, и, в общем, сколько там, 10 миллиардов, по-моему, долларов было потеряно. Фонд обанкротился просто, вот, то есть, когда есть такая вот агрессивная политика, то фонд может обанкротиться, поэтому, ну, вот именно по этим причинам массовое, массовое бегство клиентов. Потому что фонд – это уже не акция, это коллективные инвестиции. В этом есть нюанс, и я сказал, что управляющая компания – это немножечко более выгодно получается. Ну, я думаю, что на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Поставьте лайк, не забудьте. И да, если вы хотите инвестировать самостоятельно, биржа для чайников – это то, что вам надо. До встречи.